Привет, с вами Сойер. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня хочу пробежаться по комментариям к моему видео по Code Review. Поехали! Сразу скажу, что это нормально, что есть как те, кто согласен с тем, что я говорю, так и те, кто не согласен. На самом деле правильных Code Review может быть много разных. То есть этот подход, который каждый вырабатывает для своей компании, своей ситуации индивидуально. Я рассказываю о том, к чему пришел сам, и сейчас по мере этого видео я надеюсь развернуть вам мысль глубже и сравнить видео своего трехлетней давности, где я тоже говорил про Code Review, и там есть достаточно значительные изменения. То есть за три года у меня сильно изменилось мнение, и вот в этом видео я попытаюсь и ответить на вопросы, и прокомментировать какие-то вещи, и чтобы у вас сложилось более целостное представление о том, почему именно такие советы по Code Review я даю. Значит, я буду пропускать некоторые вопросы, они у вас все равно будут все на экране, но мне, естественно, интересна только часть комментариев, которые было. Значит, когда работал в конторе, никакого Code Review, работа в темпе херак-херак и в продакшен. Начальник заходил в офис со стандартной фразой, ну что там, когда готово будет. Лишь бы был результат. Ну это, в общем-то, очень такая частая ситуация. Вообще, на мой взгляд, Code Review это признак зрелости процесса, процесса разработки. Чем больше и сложнее проект вы делаете, чем больше вы сосредоточены на продуктовой, а не проектной работе, тем больше у вас всяких атрибутов именно качественной разработки появляется. Но это не значит, что абсолютно все компании должны работать по этим принципам. Спасибо, очень информативно, к сожалению, практики повсеместного ревью в компании нет. Но когда я был джуниор-разработчиком, был ментор, который делал ревью, и это действительно очень способствовало росту. Действительно, ревью хуже, чем ментор. И здесь я даже спорить не буду. Ментор, который не только направляет, но и подсказывает, он, конечно, даст вам гораздо больше. Но ревью это, скажем так, дешевый вариант, когда, особо не копаясь с человеком, вы можете его достаточно прозрачно и быстро втянуть в проект. Поэтому ментор, конечно, лучше. Хорошее видео. Тут где-то перекликаются советы с тем, что говорил Егор Бугаенко. Я думаю, это здорово, если такие люди, как вы, рассказывают и доносятся внятно на такую информацию. Значит, можно внести в команду. Значит, я хочу сказать, что с Егором Бугаенко я согласен не совсем. Частично с его высказыванием я согласен, частично нет. У нас принципиальная разница с Егором, он более радикальный, на мой взгляд, управленец. То есть он за радикальные и жесткие меры управления, я за более такие мягкие, либеральные. Я считаю, что люди, поставленные в хорошие условия и в хороший климат команды, будут работать эффективно, не только если их пинать. Мне показалось, что Егор считает немножко иначе. И вообще здесь надо отметить, что я работал, моя карьера так сложилась, что я работал сначала очень долго в очень таких тяжелых условиях психологических и таких напряженных. То есть там у нас действительно была очень такая манера управления, что за нами Москва. То есть мы его должны косме лечь и все задачи закрыть вовремя, если не закрывали, нас там очень сильно психологически давили. И в общем такая, знаете, напряженная, неприятная атмосфера. И мне казалось, что действительно, ну это нормально, потому что задачи были масштабные, сложные, и, наверное, надо пинать, чтобы их и делать. А вот сейчас, чем я дольше работаю в специальности, вижу разные схемы управления, разных управленцев, я понимаю, что на самом деле нет такой прямо жесткой необходимости всех загонять в какие-то жесткие рамки, жестко воздействовать, психологически давить. Можно в комфортной, приятной и даже такой веселой атмосфере делать классные, интересные проекты, и они будут не хуже, а может быть даже лучше. То есть на самом деле заставлять нужно в тех ситуациях, где управленцы построили такой климат в коллективе, где людям, ну, где людей нужно заставлять, да. Если поискать другие коллективы, можно вполне себе найти коллективы, где более либеральные принципы, а достижения не хуже. Поэтому вот с Егором здесь я не во всем согласен, хотя он такой клевый чувак. Так, спасибо за интересное видео, что если у нас команда из пяти фронтенчиков, но каждый работает в отдельном репозитории. Ну, тогда можно и не делать ревью, потому что, как я уже говорил, это будет ситуация человек с улицы. То есть когда вы все-таки недостаточно погружены в тему человека, задачи, которые решает человек, делать хорошее ревью, на мой взгляд, сложно. То есть если так разделен проект, скорее всего здесь просто и так достаточно. То есть человек отвечает за свой проект и его делает, когда появится хотя бы два человека в одном проекте, ну, тогда можно делать ревью. Хотя это тоже такое себе ревью, ну, но можно. Значит, так, в коде, где ничего не надо менять, я бы там поменял while на for на while. Это, кстати, ожидаемое такое замечание, потому что, ну, да, да, можно вот это вкусовщины в ревью. И вот это основной недостаток, почему я говорю, что ревью все-таки это ответственность больше автора, и он должен как-то принимать на себя решение, потому что вкусовщины в ревью больше всего. То есть поменяй эту переменную на эту, поставь отступы, ну, в общем, измени уровень вложенности. Вот эти все любимые штуки ревьюеров, которые считают, что вот если эту переменную не назвать иначе, то все, код развалится и завтра все рухнет. Вот это меня всегда удивляло. Как раз получить хорошую взвешенную оценку от ревьюера, это очень сложно. Будет больше всего вот таких вкусовщины, а я бы сделал так и так далее. И здесь нужно отметить такую важную штуку, на самом деле. Смотрите, у всех людей свой образ мышления. Как бы кто ни говорил, как бы кто ни учился в одних и тех же условиях, все немножко по-разному мыслят. И, грубо говоря, это так же, как носить чужую обувь. То есть образ мыслей другого человека всегда будет неудобен. А код, ну, точнее, не всегда, но частенько, да. То есть бывают люди, которые с вами похожи по своему стилю написания кода. И с ними будет более комфортно. Но в большинстве случаев вам будет некомфортно, потому что люди вокруг вас мыслят иначе. Для них проще запоминать информацию иначе, воспринимать ее иначе. И вот из этого небольшого расхождения чужой код всегда воспринимается как чужая обувь. Немножко неудобно, не по ноге. И здесь это будет всегда. И в ревью очень важно не уходить вот в эту вот часть. То есть если человек занимается какой-то частью кода, разрабатывает ее, он будет ее сопровождать, он будет с ней работать. Удобно должно быть ему. Остальным членам команды должно быть понятно. И почему это важно? Ну, я еще отвечу на этот вопрос. Здесь будут более детальные вопросы. Вот у них будет рассмотрен этот момент. Но, тем не менее. То есть вот вкусовщина в ревью будет всегда больше всего. Потому что люди расходятся по способу восприятия. И это нормально. Не только чтобы кардинально, но расходятся. Так. Провожу код-ревью собственного кода через пару-тройку дней. После написания всегда возмущаюсь, какой же идиот это писал. Да, кстати, это тоже интересная штука. Потому что, когда вы пишете код, опять же, в силу ограничений того, сколько вы можете единовременно в голове удерживать фактов, вы пишете, сосредоточившись на одних фактах. Потом, когда они уже написаны, вам не требуется на них сосредотачиваться. Вы смотрите код и замечаете другие вещи, которые вы упустили. То есть, грубо говоря, человек не может там одновременно следить за более чем семью объектами. И, соответственно, связи, которые он может построить в голове, их тоже в этом районе. Где-то не более семи, а где-то три-четыре. Соответственно, вы сосредоточились на безопасности, поплыли в оформлении. Сосредоточились на оформлении, поплыли в скорости работы. То есть, все аспекты разработки кода вы единовременно не охватите. Поэтому я, собственно говоря, и предлагаю всегда сначала спроектировать. Я так всегда делал, мне это очень удобно. Сначала спроектировал, понял, что ты хочешь сделать, потом закодировал, потом еще проверил. И это нормально, потому что люди всегда будут пропускать одни моменты, сосредоточившись на других. Поэтому, собственно говоря, все ревью, все вот эти разборы кода, это как раз то самое. То есть, когда человек видит готовый код, ему уже не надо решать те проблемы, которые были перед разрабом. Он видит нечто другое. Это польза. Польза он видит с другого угла зрения. Так, спасибо за видео. Все-таки я не стал внедрять кросс-ревью в больших командах, например, 10 и более разрабов. Ну, опять же, здесь 10 и более разрабов, это, соответственно, бьется на группы. Группа ревьюется внутри группы, код вполне замечательно. Так, спасибо. Тут диджитализирую сделал критику. Кстати, правильно, про звук. Со звуком я сейчас пытаюсь работать, но пока не очень хорошо получается. Спасибо за критику. Так. Да, вот столкнулся впервые коллеги-поляки. На проекте просто продавливаю свое мнение в ревью. Кстати, тоже интернациональная разработка, она имеет свои аспекты. Каждый культурный код откладывает свое поведение в ревью. Это тоже интересно, но, может быть, в отдельном видео когда-нибудь поговорим. У меня был опыт и с итальянцами, и с голландцами. И это такой интересный опыт на самом деле. Так, коды не пахнут. Вот, MGC, кстати, тоже ребята занимаются очень серьезной у них разработкой. Я так понимаю, у них все-таки больше проектный подход. Правильно сказали. В свое время так и не решили задачу на проекте. Код вроде хороший, ревью проходит, а бизнес-кейсы не проходит. То есть имеется в виду, что возвращаются замечания от заказчика по доработке уже сделанных кейсов, которые вроде как на ревью прошли, тесты прошли, а заказчик говорит, а вот вы подвиньте меня, тут здесь добавьте, сюда убавьте. Начинается, я так понимаю, рефакторинг. Вот я так понял, об этом идет речь. И второй момент, что начинает, когда бизнес-заказчик код гонять, там выявляются ошибки уже в бизнес-области. Это, кстати, тоже проблема. Не всегда разработчики могут глубоко погрузиться в бизнес-области. И там, например, бухгалтер, роботный бухгалтер, находит проблемы, которые разработчик не видит. И куча всяких багов, обратная связь, соответственно, приходит, начинается фиксить. Соответственно, это фиксится уже на стадии какой-нибудь там сдачи проекта, когда уже пользователи глубоко залезли. Это я еще раз говорю именно про проектный подход. И там начинается полная ханалия, все быстрее и быстрее. И очень сложно удержать камву разработки. Другой вопрос в продуктовой разработке, когда вы делаете продукт, которым пользуются люди, которые вы получаете обратную связь, это вообще две разные штуки. И я сейчас больше работаю в продукте, поэтому, конечно, мои мысли больше к продуктам относятся. В проектной разработке там частенько все летит кверх ногами, когда вы выходите в зону именно сдачи проекта, и там время поджимает, все поджимает, и до хорошего ревью уже времени не остается. И вот хороший вопрос. Я не совсем понял вашу мысль относительно ответственности за код. Кроме программы над кодом работают тестировщики, тимлиды и другие члены команды. Если код утверждается ими всеми, попадает в продакшн, то, по-моему, за него должен отвечать не только программист. Значит, смотрите, программист работает с кодом, тестировщик работает с продуктом, либо с библиотекой, с результатом. То есть, тестирует тестировщик один из вариантов тестирования, тестирование черного ящика, не зная, как устроена программа. В некоторых случаях есть тесты как белого ящика, и тестировщики понимают, как устроена программа. В любом случае, тестировщик отвечает за тесты, что он провел все необходимые тесты. Соответственно, есть, как правило, уже набор готовых тестов, которые должны быть пройдены. Есть протоколы тестирования, которые составляются, в которых фиксируются ошибки и так далее. И вот тестировщик, он отвечает за то, чтобы тестирование прошло, протокол был составлен, у него было все внесено, передано на заработку, либо передано в продакшн. За код он не отвечает. Он не отвечает за то, как быстро эти замечания будут устранены, каким способом они будут устранены и так далее. За это отвечает разработчик. Это его зона ответственности. Аналогично с TeamLead. TeamLead отвечает за организацию процесса, а не за сам код. Поэтому на самом деле, если факапы в области тестирования, тестировщик забыл, сделал протокол, сделал его некорректно, это его зона ответственности, он за это отвечает, и с разработчика за это спрашивать не будет. Также и с разработкой. Если у разработчика не совсем понятный, не совсем выразительный код, если он работает медленно, с тестировщика за это спрашивать не будет. Он это может обнаружить, но он за это отвечать не может. Поэтому здесь распределение обязанностей вполне себе конкретное. За код отвечает разработчик. И ответственность не говорит о том, что нельзя эту ответственность делегировать. Но если вы делегируете ответственность на несколько разработчиков, вы должны дать работать над кодом нескольким разработчикам. Внедрить, например, парное программирование. Тогда да, тогда они могут отвечать совместно. Но когда один разрабатывал, погружался в задачу, ему было дано на это время, он с этим долго работал, а другой в течение даже часа должен сделать это ревью и, по сути, проделать всю ту же работу по погружению за час, это нереально. Нереально спрашивать с ревьюера, так же, как с разработчика. Тогда дайте ему столько же времени. Если вы даете ему столько же времени, тогда проще сделать парное программирование, чем ревью кода. И вот здесь нужно понимать, что вот эти все разговоры про ответственность, они начинаются и ведутся менеджерами в тот момент, когда им нужно просто заткнуть рот разработчику. Когда вы говорите, слушайте, я тут увидел, у нас есть проблема, он говорит, да ты же провел ревью кода, ты с ним согласился, значит, отвечай за это. Но здесь важный момент. Нет, вы не обязаны быть всегда, придерживаться того мнения, которое придерживались на ревью. Даже если вы с позиции ответственности несете, допустим, должны вы нести, хотя я считаю, что нет. Так вот, вы несете ответственность. Это не значит, что вы не можете изменить мнение. Это не значит, что вы на ревью, если что-то пропустили, вы об этом должны потом молчать. А многим темблидам почему-то удобно использовать ревью именно для того, чтобы переложить ответственность на нескольких людей, если что сказать. А ты ревьюил, значит, вот исправляй. Вот там Вася у нас в отпуске, а ты ревьюил, давай ты за него теперь и отдувайся. То есть это способ управления и такой, на мой взгляд, не очень хороший, потому что не способствует он здоровому климату. Когда человек, который хотел сделать как лучше, им говорят, а ты вот ревьюил, теперь помолчи, твои правки неинтересны теперь, слушай, надо было делать это, когда делалось ревью. То есть вот такого рода вещи, мне кажется, не очень правильные. Есть, конечно, и другая крайность, когда ревьюер, наоборот, делает все для галочки, и раз я не несу ответственности, то я не должен делать нормальный ревью. Это другая крайность, и здесь проблема не в ревью, проблема именно в мотивированности людей, и это решается далеко не тем, что заставлять и запугивать людей. Опять же, климат в коллективе, то, как работают другие коллеги, это все заметно, это все видно, и это нужно просто правильным образом озвучивать и не скрывать. И мне кажется, что ответственность делится по своей работе, то есть тестировщик не делает то же самое, что разработчик, следовательно, ответственность у него иная. Так, ну и вот отличный комментарий. Николай пишет, для меня странно звучат три момента. И вот здесь целое такое обсуждение, как раз почитайте, если интересно, там много чего он написал. Здесь я коротко озвучу основные моменты. Значит, для меня странно звучат три момента. Код-ревью это совет, код-ревью это оценка кода, а не автора. Хороший код не обязательно понятен человеку с улицы. И вот здесь мы с Николаем на самом деле пришли к тому пониманию, что у нас разные сейчас условия работы, и из-за этого у нас взгляд на ревью немножко разнится. Более того, у меня три года назад было видео, я, по-моему, уже упоминал, там будет даже ссылочка внутри, где я говорил примерно то же самое, что сейчас говорит Николай. У меня сильно изменились взгляды, я понял, что работать в драконьих условиях ты не обязан. И вообще, когда ты работаешь в команде, где набирают людей по принципу, у нас небольшой бюджет, набираем кого можем, и берем одного хорошего разработчика, и пусть он ревьюет, они хороших результатов не приносят. Я понимаю, о чем говорит Николай, да, бывают ситуации, когда бизнес не может себе позволить нанять нормальные кадры, он нанимает одного хорошего, допустим, архитектора, дает ему нагрузку пять человек, на которых этот архитектор положиться не может. И он бьется, и он на ревью там бьется, и бьется сам с кодом, и всячески выкручивается, и ничего не получается, потому что команда решает. Если вы не можете положиться на команду, то это очень плохой кейс для производства хорошего кода. Как правило, код выходит более-менее такой рабочий, но в плане того, что он хороший, я бы не сказал. То есть я много-много раз сталкивался с ситуацией, когда без хорошей команды один хороший разработчик не вытянет. Да, он может много чего хорошего привнести в проект, но самое основное это все-таки команда, потому что знаменитая фраза «один в поле него», на мой взгляд, здесь работает более чем сильно. Ну и вот здесь пройдемся. Звучит странно, что код-ревью это совет. То есть вот это как раз вопрос, что а если человек сделал плохой код, что тогда делать? И он говорит, я не буду его исправлять, а вы не можете договориться, что этот код плохой. И начинается вот эта вот качеля. Здесь я хочу сказать, что на самом деле это передергивание. Смотрите, мы не можем сказать хороший код или плохой заранее. Мы не можем сказать заранее, точнее не так, мы не можем сказать, что изменит ли ситуацию наша правка. Вот ревьюер говорит, поправив так, это не значит, что правка сделает код лучше. Это не значит, что правка даже не ухудшит его. Она может сделать и лучше, и хуже, и оставить его без изменений. И мы должны рассматривать все три варианта. Вот представьте ситуацию, что должен делать автор кода, когда ему дают плохой совет, и он видит, что этот совет плохой. А он должен его исполнять. То есть все почему-то сразу начинают отталкиваться, что совет дали хороший, ревьюер умнее, лучше и дальновиднее. И вот разработчик сопротивляется из вредности. На самом деле это очень редкий кейс, когда ревьюер в короткие сроки удается выловить какой-то очень серьезный, интересный момент в коде, исправление которого действительно даст мощный эффект. Как правило, это вкусовщина, которая вообще никак не повлияет. В некоторых случаях это вообще переделка под взгляды ревьюера, который может даже и ухудшить код. И в этой ситуации гарантии, что код станет лучше от того, что его делает ревью какой-то человек, ее нет. Поэтому здесь первое, что нужно понять, если ревьюер может дать плохой совет, человек может от него отказаться в моей модели. В модели, которую предлагает Николай, он не может, он будет должен выполнить плохой совет. Если совет никак не влияет на качество, никак его не меняет, вкусовщина, он тоже должен будет его выполнить. То есть он будет тратить время, ресурсы команды, компании на то, чтобы выполнять просто мнение какого-то конкретного взятого человека, который порой даже и аргументировать его не может. И только в одном кейсе, когда действительно будет найдено что-то важное, и ревьюер по какой-то причине это найдет, а автор кода это по какой-то причине будет отрицать, ну это вообще такая, знаете, обычно, когда находят что-то важное, и это, во-первых, легко проверяется, автор кода говорит, да, да, согласен, надо это поправить. То есть я редко встречаю ситуацию, когда действительно хорошее замечание, которое улучшит ситуацию, допустим, нашел ты на границах работы кода проблему, а автор кода говорит, да нет, я не буду ее править. Ну это странно. А вот ситуация, когда ревьюер не может обосновать свою точку зрения, и он говорит, что я вот так решил, потому что я там начальник, что я здесь сеньор и так далее, давай исправляй. Вот это я встречаю часто, я считаю, что это неправильно, потому что это вредит климату в команде, это вредит человеку, человек в конечном итоге перестанет проявлять инициативу, он перестанет пытаться что-то аргументировать, если ты на ревью можешь просто его задавить. И вот здесь я пришел к тому, что я пришел, и об этом я рассказал в прошлом видео. Значит, здесь важно решить еще важный момент, это кадровый вопрос, о котором я говорил раньше. Если у вас команда из одних джунов в один сеньор, то это плохой способ думать, что это вот какого-то ревью решит ваши проблемы, что вы сейчас возьмите и отревьюете весь код, и все станет здорово. На самом деле это как, знаете, проблема белой краски и черной краски, ложки черной краски, да, там ложка дегтя испортит целую бочку меда. Здесь точно так же, если у вас 10 человек производят отвратительный код, самый идеальный человек, да, он не исправит все моменты, это нужно как бы поднимать уровень команды, семинары проводить, повышать им квалификацию, совместное обсуждение и так далее. Это целый комплекс работ, и просто одним ревью вы это не закроете. Ревью это вот, чтобы вы посмотрели на код, и потом могли его, в случае чего, поняли, и в случае чего могли его сопровождать, если человек ушел в отпуск, если человек там шел на больничный или вообще уволился. То есть это если вам этот код потом попал, вы должны в нем разобраться, и вы должны на ревью понять, сможете вы с ним разобраться или нет. И по ходу еще проверить там какие-то, может быть, очевидные для вас граничные случаи и так далее. Никаких там запуска, компиляции, там, часовых проверок, это вы что, будете только на одну ревью работать, ну это нереально. Вот. Значит, опять же, оценка автора – это просто токсичность, да, то есть вы повышаете уровень токсичности в коллективе, вот он такой плохой, он ничего не умеет, значит, увольняйте его, значит, депримируйте его, смысл это в ревью выносить. Вот. И хороший код не обязательно понятия человеку с улицы. Я уже тоже здесь приводил пример, например, в банковской сфере есть банковское округление, оно отличается от математического округления. Люди, которые не слышали о банковском округлении, иногда стоят в тупи, глядя на код. А есть еще, кроме округления, есть еще технология округления, когда вы там при работе со счетом должны в определенном порядке выполнить действие со счетом, только потом округлить. Вот. И это тоже должен сдать. И вот это такой частный случай, но это он хорошо показывает проблему. Человек с улицы зайдет, скажет, а почему так, а вот будет эффективнее с позиции вычисления сделать порядок другим. А это нарушит технологию разработки, то есть технологию работы банковского софта. И поэтому человек должен быть погружен в проблематику, иначе он просто некоторые нюансы не поймет. Да, есть какие-то общеизвестные вещи, понятно, что там арифметика 1 плюс 1, у всех должно давать 2, и в этом все должны сходиться. Но опять же пример. Если вы знаете русский язык, это не значит, что вы можете там хорошо ревьюить все статьи на русском языке, там по биологии, по физике, по химии, по медицине, по компьютер-сайенсу и так далее. То есть вы, зная язык, еще не значит, что вы знаете предметную область. А предметная область – это, в общем-то, основное, что делают разработчики. Все остальное уже сделано в виде фреймворка, готовых баз данных, библиотек, драйверов и так далее. А вот бизнес-логика – это та небольшая часть, которая висит на разработчике, в которой нужно разбираться. Поэтому вот здесь такое мое мнение. Там интересное обсуждение, рекомендую его почитать, что делать в ситуации, когда ревьюер – опытный разработчик, который не хочет пропускать плохой код. Вот здесь я уже ответил. Как вы определили, что он не хочет пропускать плохой код? Он рекомендует вам что-то сделать, а хорошо это, плохо – нет, неизвестно. Более того, я поднимаю, я регулярно смотрю статистику. Я вообще считаю, что большая часть отписавшихся никогда не вели статистику по изменениям проекта и не пытались даже понять, что они вкладывают в термин «хороший-плохой код». Потому что как только вы попытаетесь как-то в цифрах все это выразить, вы встретите огромное количество вопросов. А как понять, что код хороший? Потому что там он соответствует каким-то принципам, солиду? Ну, нет, не поймете вы так. То есть у вас на ревью приходит уже готовый рабочий код, он уже написан. И если даже он написан плохо, вы наняли человека, который его написал. Он у вас уже есть, он уже работает, он уже там покрыт тестом. И вы говорите, ой, мне бы хотелось, чтобы он там выглядел немножко получше и отправляете его на доработку. И он там дорабатывается еще какое-то время. Пишет его тот же самый человек, который точно так же по-своему понимает ваши замечания, приходит и вы такие, ну да, код стал лучше, но все равно не фонтан. И еще отправляете. И вот вы вот так вот крутитесь, крутитесь, а для бизнеса никакого и ценности не имеет. Особенно это относится к малому бизнесу, к стартапам, где вообще вот эти все технологии разработки, они не по карману бизнесу. Ну, не может он себе позволить, чтобы у него там сидел один грамотный разработчик и гонял по кругу, вылизывая там небольшой кусочек кода. Это частый случай, когда маленький бизнес не может себе позволить вообще серьезный такой развесистый код-ревью. И для него это просто потеря денег. Поэтому здесь нужно понимать, что код-ревью – это не какая-то глобальное тестирование глубокое. Для этого есть тестировщики, для этого есть тесты, есть типы, в конце концов. Если хотите корректность, да, вот такую серьезную, берите и прогоняйте через математические модели ваш код и приводите его к доказательному программированию. А если вы хотите просто какие-то взять, собрать набор принципов, собрать их кучу и сказать, а вот это так будет лучше, ну, это вкусовщина на самом деле. И вот здесь как раз та ситуация, когда, на мой взгляд, если у вас попался какой-то случай, это будет наверняка редкий случай, когда вы нашли баг, нашли ошибку, нашли какую-то проблему, а автор кода не хочет ее исправлять, ну, тогда вы вынесете на дейлик этот вопрос и обсудите, скажите, нет, нужно исправить, все. А когда вы будете большую часть времени заставлять человека работать впустую, потому что код не становится лучше, он примерно таким же останется, ну, просто вам нужно что-то там на ревью сказать, вот, измени уровень вложенности, ну, измени он уровень вложенности. А это холодный код, который раз в год используется. Он потратил время эффекта 0. Посчитать, сколько в рублях эта выгода будет, нельзя, зато можно посчитать стоимость строчки кода. Вот посчитайте время разработчика, сколько он эти, там, 20 строчек кода делал, сколько он потратил на это время, посчитайте его часовой рейт, и вы поймете стоимость строчки кода. И окажется, что вы можете задрать стоимость строчки кода до 10 долларов за строчку, представляете, а в приложении десятки тысяч строчек должно быть, вы что, каждую из этих десятка тысяч будете так вылизывать? Нет, не будете. И вот это на самом деле очень такой странный подход, когда люди говорят, а если он откажется делать хорошие изменения? Да не откажется он делать хорошие изменения, а то, что вкусовщина у вас будет в 50% случаев, да, естественно откажется. Почему он или я должен исправлять вещи, которые на самом деле значимым образом не повлияют на проект? Я вот этого не понимаю, может вы мне объясните в комментариях. Вот. Регулярные небольшие коммиты. Тоже возникает вопрос, вот есть большая фича, мы ее вливаем, а как сделать ее регулярными небольшими коммитами? Во-первых, мы знаем, что коммиты в принципе должны быть небольшими. Если возьмете любую библиотеку на GitHub, которая разрабатывается там большими компаниями, вы увидите, что там очень много маленьких коммитов. Это создание необходимого количества веток, да, то есть создается не одна ветка под фичу, создается ветка итоговую под фичу, создается ветки, в которой работают разработчики, они регулярно коммитят и пул реквестят не в корневой репозитории, а в эту ветку. Можно сделать фича токтинг, да, то есть тоже вариант. То есть вариантов, как можно смотреть коммит, прежде чем его пускать в фичу, много. Но здесь возникает вопрос, а как, можно ли вообще кусочки, да, вот кусочки можно ли ревьюить? Да, кусочки надо ревьюить. Вы понимаете, кусочек вводите, если вы ее понимаете, вы ее пропускаете, если не понимаете, уточняете. Вот, а если вы думаете, ну, вообще вот эта мысль, меня она всегда очень удивляет. Вот это слово «можно» на ревью можно отловить очень существенное количество багов, но это возьмет столько ресурсов, что вы на эти ресурсы наймете 10 тестировщиков, и они гораздо эффективнее отловят, тестируя там, как черный ящик ваше приложение, чем вы вот это будете пытаться на уровне анализа кода, да, заменяя собой статические анализаторы, да, внедрите в конце концов в проект статический анализатор, внедрите в проект автоматизированное тестирование. И не надо брать на ревью все эти задачи, потому что в большинстве случаев противники ревью копнешь и окажется, что у них нет тестов, у них нет стат-анализа, хотя сейчас очень мощных статических анализаторов практически под каждый язык полно, да, и сейчас статический анализ, он развивается достаточно интенсивно. И на ревью выносится то, что можно автоматизировать. Понятно, что автоматизированные штуки никто не будет спорить со статическим анализатором, он вам показывает конкретное проблемное место, и вы его конкретно устраняете, и только потом это пойдет на ревью. А если нет статического анализа, и это должен сделать ревьюер, это будет всегда плохо. Человек очень плохо выполняет те штуки, которые компьютер делает хорошо, поэтому я бы не стал ставить на человека в этом случае. Так, опять же, похоже описана ситуация команды с примерно равных по скиллу людей, но это я уже говорил. Вопрос кадров – это вопрос кадров. Так, звук. Вот этот вопрос, интересно, такой подход к код ревью предполагается как единственно правильный. Нет, он на самом деле не единственно правильный, в этом моменте человек прав. Это один из вариантов, который, на мой взгляд, очень хороший. И в условиях вот таких здоровых команд, где хороший климат, где хорошее отношение, где позитивное отношение к работе, он очень хорошо работает. Понятно, что если у вас какая-то там замученная команда, которая недоплачивает и так далее, и они себя чувствуют уставшими и вымотанными, и они не знают, куда податься, хочется им бежать, то, конечно, это работать не будет, потому что они будут использовать каждую лазейку, чтобы делать меньше. И в данной ситуации, конечно, для команд, где люди не хотят заниматься качественным ревью, это не выход. Но там и вот все предложенные методы контроля тоже будут работать крайне плохо. Вообще в ревью очень хорошо работает только вот этот эффект наблюдателя. То есть, когда человек знает, что на его код будет смотреть, он сразу старается его писать хорошо. Хорошо. Если человеку пофигу, что на его код будут смотреть, он напишет такое, что вы за сколько угодно сессию ревью и все не выпилите. Вы все равно пропустите, и вы скажете, ну мы там на 10%, на 20% его улучшим, хотя как вы эти проценты посчитали, непонятно, но допустим, вы их улучшили. А на самом деле, если человек изменит свое отношение к коду, будет на это ревью равняться, и он будет иметь возможность выражать свои мысли, его не будут загонять в угол и там говорить, я начальник, ты дурак, он может реализовать свои возможности чуть не хуже. Я опять тоже использовал слово может, потому что, конечно, в разных ситуациях разные команды, разные люди поведут себя по-разному. Вот я на данный момент не хочу работать в командах, где вот такие драконные методы, и человек не может выразить свое мнение. Ну просто не хочу. Я точно знаю, что есть команды, где эффективно и классно работать, и где тот подход ревью, который я писал, замечательно работает, и там намного комфортнее. Поэтому я вам рекомендую все-таки подумать, где вы хотите работать. Зачем давать советы в ревью, если их можно игнорировать? Как и любой совет, он дается для того, чтобы человек мог стать лучше. Если у человека нет цели сделать свой код лучше, то, конечно, совет не сработает. Но тогда не сработает и приказ, потому что мы все знаем, что приказ повлечет в большинстве случаев за собой так называемую итальянскую забастовку. Человек будет делать ровно то, что вы ему сказали, и вы никуда не будете с этим двигаться. Вообще, если человек не мотивирован, с ним крайне сложно эффективно работать. Можно делать какие-то вещи, можно вымучивать какой-то результат, но качественным он никогда не будет. Именно поэтому все мировые лидеры разработки софта уже давно перешли на то, чтобы плясать от комфортной, классной, удобной атмосферы. Именно там создаются и зоны отдыха, и комфортные условия для работы. А у нас до сих пор считается, что кирпич можно заставить работать, если только его посильнее долбить. Это не так, это так не работает, на мой взгляд. Так, ну и в общем-то остальные видео я вам рекомендую, остальные комментарии к видео я рекомендую прочитать. Но вот этот еще рассмотрю, интересный. А нам к ним лид говорил, что если опруваешь, значит одобряешь со всеми вытекающими. И он тоже крут, только канал не уйдет в литуме, кому верить. Я здесь в общем-то хочу сказать, что на самом деле вы должны верить себе. Если вам нравится атмосфера, отношения, если вы себя чувствуете комфортно в коллективе, значит у вас все хорошо. Но дальше есть интересная такая оговорка, которую я говорил в начале, когда все это уточнялось. Вот человек пишет, я как-то в очередной раз ныл, какой ужасный код, наколбасили мои коллеги. Вот тогда мне тем лид и сказал волшебную фразу про то, что раз сопровел свое время, значит сам виноват. Это как раз тот случай, о котором я говорил ранее. Значит смотрите, вообще не надо принижать свое мнение. Слово ныл в данном случае человек говорит о том, что он заранее считал, что его мнение не важно. На самом деле, если вы видите плохой код и даже вы его видели на ревью, но не смогли никак сформулировать свою мысль или не хватило вам времени, это не значит, что вы должны замолчать навеки, скажите сейчас или замолчите навсегда. Это значит, что вы имеете полное право сказать об этом позже и в любой момент. И нормальный тем лид скажет, здорово, что ты хочешь улучшить кодовую базу, давай мы как-то это внесем в рефакторинг, вынесем в таск и планово это сделаем. Он не будет говорить, а давай ты не будешь давать свои комментарии, давай ты будешь там только на ревью, вот все, что ты сделал, теперь живи с этим. Смысл? Если мы хотим сделать лучше, то давайте делать лучше. И ревью не является роспись кровью, что я гарантирую, что здесь вообще нет багов, что здесь все круто. Вот такой подход, на мой взгляд, вообще очень плохо. Мне кажется, в нормальном подходе всегда можно хорошее мнение, хорошее изменение вносить и на ревью, и после, и потом. Поэтому я и говорю, что это должно быть на уровне совета, да, то есть это не должно быть так, что я сказал, и теперь я как кровью расписался, всю жизнь за это буду расплачиваться. Нет, мне кажется, это неправильно. Поэтому вот именно об этом я и говорю, что когда Team Lead использует ревью не чтобы улучшить код, а чтобы внести дополнительный рычаг давления на разработчиков. Вот ты там сделал что-то, теперь отвечай за это. На мой взгляд, это неправильно. Но вот такие мысли у меня вызвали ваши комментарии. Я не буду утверждать, что это абсолютно стопроцентная истина. Я говорю о том, что я чувствую и вижу, у меня тоже меняется точка зрения, тоже меняются условия. Я вам лишь рекомендую посмотреть, где вы хотите работать и искать то место работы, где будет вам комфортно, где вы сможете реализоваться и развиваться. Это в конечном итоге самое важное, потому что работа все-таки занимает значительную часть нашей жизни. И лучше, когда она по душе. С вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания. Продолжение следует...